Так, всем здравствуйте, друзья! Давайте с вами начинать сегодняшний вебинар. Для начала, пока мы собираемся, расскажите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно. Поставьте плюсики, если вы меня видите и слышите, чтобы мы эти моменты вначале оговорили. Да? Все, отлично, я вижу. Ну, вижу, пошли плюсики, значит, меня хорошо слышно, видно. Здорово! Итак, сегодня у нас очень интересная тема. Вы видите, наверное, такое длинное название. Для некоторых оно совершенно новое. Это дигидрокверцетин с витаминами А, С, Е. Будем сегодня именно говорить про это вещество, про эту добавку. Так. Все, вижу, меня видно, слышно. Отлично. Итак, еще раз представлюсь, кто меня видит впервые. Меня зовут Литвин Ольга Александровна. Я врач, я нутрициолог, диетолог. Также я являюсь преподавателем университета персонализированной диетологии и нутрициологии Ксении Пустовой. Являюсь участником разных конференций. Ну и, в принципе, более подробную обо мне информацию вы можете посмотреть на слайде. Либо также на сайте УПДН нашего университета также есть обо мне информация. Итак, дигидрокверцетин. Такое интересное название. Или, я думаю, многие часто слышали, кто связан с добавками и, в принципе, кто в сфере здорового образа жизни давно, знает название просто кверцетин. Это похожие соединения, но не одно и то же. Я расскажу далее, чем они отличаются. Итак, дигидрокверцетин – это соединение, которое не является там витамином или минералом, то, о чем мы разговаривали вот в прошлых вебинарах. Это вещество из-за заряда флавоноидов. То есть, это такое биологически активное вещество, которое содержится во многих растениях, в цветах, в деревьях, в кустарниках, фрукты, овощи, зелень. В разной концентрации содержится. Это мощнейший антиоксидант. Также обладает противовоспалительным действием. И вот почему мы говорим именно про это соединение дигидрокверцетин. Я сторонник, конечно же, доказательной медицины. И данное соединение, с ним есть очень множество различных серьезных клинических испытаний. То есть, это испытания, которые проводятся в научной сфере, научным сообществом, и по которым специалисты, врачи видят, насколько препарат, соединение, витамин оказывает какое действие. Действительно ли имеет положительное либо отрицательное влияние на различные органы системы. Действительно ли можно его применять для лечения или для профилактики каких-то заболеваний. Вот у дигидрокверцетина и кверцетина за последние 5 лет более 75 серьезных клинических испытаний. То есть, это когда бралась выборка тысячи человек. И множество лет проводились испытания. То есть, это те научные данные, которым на самом деле можно доверять. И до сих пор проводится множество клинических исследований. Поэтому мы можем говорить, что действительно дигидрокверцетин – это соединение, которое стоит нашего внимания. И действительно, ему мы посвятили целый вебинар. А компании посвящают время для того, чтобы создавать уникальные комбинации, для того, чтобы мы могли принимать дополнительно и оздоравливаться. Так, дигидрокверцетин может быть получен из пищевых продуктов. Я уже говорила, такие как фрукты, овощи, зеленый чай и другие. Но, конечно, скажу сразу, что концентрации кверцетина достаточно небольшие из продуктов питания. Да, максимально мы можем взять, допустим, там 30 миллиграмм кверцетина, например, из лука и 100 грамм лука. Но скажите честно, кто из вас ест каждый день по 100 грамм лука? Я думаю, далеко не все. Поэтому, конечно, если мы говорим про какое-то оздоравливающее действие на организм, здесь мы должны понимать, что это какие-то добавки с более высокими концентрациями вещества. Так, я еще хотела упомянуть. Есть соединение кверцетин и дигидрокверцетин. Кверцетин является производным дигидрокверцетина, то есть он образуется из дигидрокверцетина. То есть это похожие соединения. Правда, дигидрокверцетин, он водорастворимый. И последние исследования показывают, что он предпочтительней для... и оказывает лучшее влияние на организм, более такие терапевтические положительные действия. Так, об этом еще будем говорить. Итак, какие роли он выполняет в нашем организме? Конечно же, это просто мощнейший антиоксидант. А что такое антиоксидант? Это вещества, которые способны бороться со свободными радикалами. Свободные радикалы, я уже упоминала в предыдущих лекциях, это такие соединения, которые образуются в процессе нашей жизнедеятельности и способны оказывать разрушающее действие на клетки и ткани. То есть, когда мы здоровы, у нас нормально работает организм, то мы... организм сам способен перерабатывать, справляться с этими свободными радикалами. Но с возрастом, учитывая неблагоприятные условия окружающей среды, наш образ жизни, вот эти свободные радикалы накапливаются и уже оказывают такое серьезное повреждающее действие. То есть, развивается серьезное заболевание, увеличивается риск развития онкозаболеваний, организм намного быстрее стареет. Так вот, вещества антиоксиданты, в том числе дегидрокверцетин, справляется, нейтрализует свободные радикалы и тем самым справляется как раз таки с окислительным стрессом. То есть, это процесс как раз таки, когда свободные радикалы разрушают наши клетки и ткани, да? То есть, антиоксиданты способствуют продлению нашей молодости, продлению жизни, уменьшают риск возникновения различных заболеваний, защищают клетку от различных повреждений. Противовоспалительные свойства дегидрокверцетина хорошо доказаны во множестве исследований. Вот мы дальше здесь поговорим про сердце и сосудов. Я думаю, во множестве источников, когда мы введем кверцетин, в первую очередь часто говорят про положительное действие на заболевание сердечно-сосудистой системы. Если у человека есть гипертоническая болезнь, либо другие какие-то заболевания сердечно-сосудистой системы, то кверцетин часто используется даже в такой комплексной терапии заболевания. Кверцетин помогает снизить уровень плохого холестерина в крови, улучшает состояние сосудов, уменьшает проницаемость стенки сосудов, то есть укрепляет их. Также известно, что дегидрокверцетин способен увеличивать синтез оксида азота. Это как раз-таки вещество в организме, которое регулирует кровяное давление, оказывает влияние на стенки сосудов. И таким образом доказано, что дегидрокверцетин способен снижать артериальное давление, если у человека есть проблемы, есть гипертоническая болезнь. Противораковые свойства, и это не пустые слова, это тоже доказано все клиническими испытаниями. Дегидрокверцетин способен снижать риск развития некоторых видов рака. Например, было проведено исследование на больных, у которых есть рак молочной железы. Да, и были получены хорошие результаты. Так, если мы говорим противораковое действие, дегидрокверцетин может снижать риск возникновения опухолей, а также, когда человек уже болен онкозаболеваниями и находится, например, на химиотерапии, то вот в период между химиотерапией используют дегидрокверцетин для восстановления резервов организма. Для восстановления самого организма. Но, конечно, здесь идет речь о таких достаточно высоких терапевтических дозировках. Но когда мы говорим про повышенные дозировки каких-либо любых веществ, там, БАДов, лекарств, витамины, минералы, неважно что, обязательно помним, что нужно консультироваться со специалистом по поводу длительности приема и дозировок необходимых. Какие последствия дефицита дегидрокверцетина? То, о чем мы уже говорили, повышенный риск окислительного стресса. То есть, когда в организме очень много свободных радикалов, это разрушает организм, мешает метаболизму, развиваются различные заболевания. Организм начинает больше болеть и простудными заболеваниями. Часто у человека развиваются последствия вот этих заболеваний. Казалось бы, началась просто простуда, насморк, да? А в итоге потом человек лежит в больнице с пневмонией. Вот как раз-таки дегидрокверцетин снижает риск возникновения осложнений, да? И воспаление. Известно, что при дефиците данного флавоноида увеличивается уровень воспаления. Ну, а терапия с использованием дегидрокверцетина уменьшает уровень воспаления в организме. Тоже проводились клинические испытания, и это все отслеживалось с помощью лабораторных анализов, ну и общего состояния больного. Так, сразу периодически смотрю в чат, да, если какие-то вопросы. Запись вебинара будет, надеюсь, что будет, да, записи всех вебинаров есть на YouTube-канале, и вы можете пересмотреть предыдущие в том числе. Будем очень стараться. Но здесь на вебинаре, те, кто присутствует, знают, что я в конце могу ответить на их вопросы, уделить дополнительное внимание, да? У нас остается когда время. Я очень люблю пообщаться, обсудить с вами какие-то темы вот по поводу нашего вебинара. Поэтому старайтесь оставаться в эфире по возможности. Так, так, какие-то вопросы, как применять, это уже давайте на конец оставим. Так, что касается последствий дефицитных состояний дегидрокверцетина. Ухудшается здоровье сердца и сосудов. Я уже говорила, что когда есть сердечно-сосудистые заболевания, то дегидрокверцетин показан регулярно. Мы будем дальше говорить о длительности возможности использования, да, таким образом. Это немного далее. И увеличивается риск развития рака. Когда не хватает дегидрокверцетина, когда не хватает других антиоксидантов, то, конечно же, у человека увеличивается риск, да? Увеличивается риск развития различных онкозаболеваний. Так, что мы сейчас... Так, давайте еще поговорим немножко про действия самого вещества дегидрокверцетин. Я уже говорила, что он исследован вдоль и поперек. Я сказала про 75 исследований и метаанализов. Метаанализы – это, так сказать, высшая ступень научной доказательной медицины, когда берется выборка много серьезнейших крупных исследований за долгие годы. И вот уже делаются определенные выводы по этой выборке огромной. Да, и считается, вот результаты этого метаанализа – это уже такие самые-самые максимально достоверные. Так вот, у дегидрокверцетина таких исследований и метаанализов достаточно много. И мы можем точно говорить, что дегидрокверцетин влияет, я уже говорила, на стенку сосудов. То есть он может понижать артериальное давление. Точно способствует снижению мочевой кислоты. Этого в презентации нету таких каких-то более подробностей. Да, кому интересно, вы можете записывать и использовать в своей работе, да, если вы не только себе, но кому-то еще будете рекомендовать дегидрокверцетин. Итак, уменьшает уровень мочевой кислоты. Мочевая кислота в крови часто повышена у людей с нарушениями, с различными нарушениями метаболизма. Также есть такое заболевание, как подагра, когда таким маркером, по которому видит, подозревает данное заболевание врач, это как раз-таки повышенный достаточно сильно уровень мочевой кислоты в биохимическом анализе крови. Так вот, дегидрокверцетин способен снижать уровень воспаления и в том числе снижать уровень мочевой кислоты. Уменьшает дегидрокверцетин, боль в суставах. И вообще данное соединение совместно, например, с витамином С способен, способствует дозреванию коллагена, да, то есть и поэтому способен оказывать положительное действие для, при заболеваниях соединительной ткани суставов, да, то есть когда болят суставы, колени, дегидрокверцетин тоже обязательно нужно принимать, есть в этом смысл. Так, 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 что касается зрения, есть множество заболеваний, когда нарушается у нас зрение. Например, при сахарном диабете страдает сетчатка глаза, ну и в принципе увеличивается уровень воспаления по всему организму. Так вот, известно, что дегидрокверцетин способствует улучшению зрения, да, то есть рассасывает, вылетело слово с головы, рассасывает небляшки. Ну, кровоизлияние, когда у нас есть глаз, вот рассасывает вот эти вот кровоизлияния в сетчатке глаза и тем самым увеличивает зрение у человека. Это часто наблюдается при различных метаболических заболеваниях, при сахарном диабете. Также это есть у людей уже с возрастом часто, как побочный, как результат от побочного действия образа жизни и различных более серьезных заболеваний, нарушение зрения. Дегидрокверцетин точно способствует восстановлению и здоровью сетчатки глаза. Способен уменьшать уровень отеков. Еще одно важное действие дегидрокверцетина – это разжижение крови. И, с одной стороны, это очень здорово, потому что тромбообразование – это достаточно опасное состояние, которое может приводить даже вот к внезапной смерти людей достаточно молодого возраста. Но, с другой стороны, при приеме, например, дегидрокверцетина, мы должны быть особенно осторожны с людьми, которые принимают дополнительно уже какие-то кроверазжижающие препараты. Например, когда человек пьет тот же аспирин или, например, варфарин или еще какие-то более серьезные препараты. Конечно, дозировки профилактические, о которых мы будем скоро уже говорить, большого действия, я думаю, отрицательного, да, каких-то кровотечений не вызовут. Но более большие дозировки дегидрокверцетина совместно вот с кроверазжижающими могут иметь риск возникновения каких-то кровотечений. Поэтому вот в этих ситуациях осторожно. Так, дегидрокверцетин обладает противогрибковым и бактерицидным действием. И вот многие растения его содержат, конечно же, для своих нужд, как защитное такое бактерицидное вещество, которое помогает защищать растения от повреждения различными инфекционными агентами, различными микроорганизмами. И в том числе эти действия видны и в исследованиях на человеке. Даже вот при туберкулезе были исследования, да, которые, при которых дегидрокверцетин имел положительное действие на больного. Давайте, в принципе, переходить к нашему препарату, о котором сегодня и пойдет речь. Это дегидрокверцетин, но не просто, а в соединении идет с витаминами А, С, Е. И посмотрите, как он выглядит. В упаковке 30 капсул. Я видела капсулы достаточно-таки небольшие, желтоватого цвета. Их очень удобно принимать. И как раз-таки вот 30 капсул – это упаковка для одного курса приема, если мы говорим про профилактические дозировки. Почему дегидрокверцетин с А, С и Е витаминами? Потому что эти витамины являются также мощными антиоксидантами. И доказано, что вместе с дегидрокверцетином они оказывают положительное действие, то есть более усиленное действие на здоровье человека. Так, бадди-гидрокверцетин с витаминами А, С и Е. Это антиоксидантный сбалансированный комплекс. Представлен в виде гелевых капсул. Источник важнейших витаминов. И нормализует течение окислительно-восстановительных процессов в организме. То есть я говорила, что антиоксидантное действие – это основное действие, благодаря которому мы ценим и благодаря которому различные научные сообщества до сих пор проводят сотни клинических испытаний именно по этому соединению на его действия на различные органы и системы. Так, вопросы я ваши вижу. Я скоро уже вот закончу наш основной вебинар. У нас с вами останется достаточно много времени. И мы с вами, я буду отвечать на все вопросы. Так, что касается содержания? Сколько содержится чего в капсуле? Итак, помимо дегидрокверцетина содержится линолевая кислота 216 мг. Самого дегидрокверцетина 25 мг. Кроме того, витамин А, витамин Е и витамин С. В таких нормальных профилактических дозировках, да, если учитывать, вот, согласно цифры, данные последних рекомендаций Минздрава, да, то есть суточные нормы потребления. Витамин А содержится 100%, витамин Е тоже. И витамин С 50% от суточной нормы. Да, но не будем забывать, что мы, помимо данных добавок, основа – это все-таки рацион питания, и кроме добавок мы потребляем витамины, минералы, какие-то флавоноиды и другие важные активные вещества вместе с продуктами питания, поэтому это как хорошее дополнение. Здесь все достаточно сбалансировано, и дальше мы поговорим, для чего, в принципе, в дегидрокверцетин еще что-то добавлять. Итак, какие активные ингредиенты? Линолевая кислота – полиненасыщенная жирная кислота, которая обязательно должна присутствовать ежедневно, поступать в наш организм. Она взята из натурального продукта, из масла виноградной косточки. Линолевая кислота способна регулировать обмен жиров, сахаров, а также витаминам группы В, ускоряет выведение отработанных веществ из клеток и способствует защите от окислительного стресса. При этом мы уже много раз говорили, то есть способствует защите от пагубного действия свободных радикалов. Кроме того, линолевая кислота, вот которая входит в состав капсулы, она повышает иммунитет, то есть без достаточного количества этой кислоты наш иммунитет нормально функционировать не может. Далее, витамин Е или в форме токоферола – ацетат. Этот мощнейший антиоксидант способствует выработке эритроцитов и предохраняет клеточные мембраны, то есть оболочки нашей клетки, которые защищают, в принципе, клетки от всего. Как раз-таки защищают от самого такого опасного врага, который их постоянно-постоянно может нападать на клетки. И это как раз-таки свободные радикалы, которые есть всегда в нашем организме. Так, что еще содержится в препарате? Витамин А в форме ретинола полиметат. Это жирорастворимый витамин. Его также называют прогормоном, то есть он оказывает важнейшее действие на наш метаболизм в целом. Его называют витамином роста, так как необходим для обеспечения жизненно важных процессов роста и развития человека. Я помню еще в моем детстве, я еще мало знала про витамины, про минералы, но я точно знала, что нужно есть морковку с каким-то маслом, жиром для того, чтобы хорошо расти, да, и не быть низкой. Это, конечно, такая вот очень ориентировочная, такое оценочное мнение. Понятно, что на рост человека влияет множество факторов, но то, что влияет витамин А на рост человека, кушай витамин А и будешь расти, я думаю, многие об этом слышали. Так, это я периодически отвлекаюсь на чат, но вы правильно задавайте вопросы, я позже их прочитаю. Итак, ретинол необходим для нормального функционирования слизистых оболочек глаз, дыхательной, пищеварительной системы и мочевыводящих путей, то есть благодаря витамину А он способствует восстановлению слизистых. Ретинол, мощный антиоксидант, тормозит процесс старения организма, противодействует курильной слепоте, да, это такое заболевание, состояние, когда человек не ориентируется, не видит вот в сумерках, в темное время суток, противодействует ослаблению зрения, укрепляет кости, волосы, кожу, зубы, десна, то есть я уже говорила, соединительную ткань оказывает влияние на наши слизистые. И, наконец, дигидрокверцетин, это я уже говорила, что натуральный биофлавоноид, он взят из растений как раз-таки, вытяжка из растений. Я хочу сказать, что кверцетин и дигидрокверцетин еще раньше получали когда-то давным-давно, в прошлом веке тоже пытались извлечь, очистить из различных растений, это были там лепестки роз и какие-то, возможно, овощи. Теперь известно, что дигидрокверцетин высокой концентрации находится в дереве, в лиственнице сибирской. Это хвойное растение, и именно в стволе там содержится большой концентрат полезных веществ, антиоксидантов, смолы и большое содержание дигидрокверцетина. И сейчас часто берут как раз-таки вытяжку, берут вещество дигидрокверцетин из ствола лиственницы. Так, обладает высокой антиоксидантной активностью и широким спектром полезных свойств. Мы уже говорили про, более подробно про все свойства, уменьшает интенсивность воспалительных процессов в организме, а практически все заболевания сопровождаются повышением уровня воспаления в различных органах и тканях, оказывает противоотечное действие, способствует укреплению стенок сосудов и в том числе мелких сосудов, капилляров, и, конечно, улучшает микроциркуляцию. Это важно в том числе для улучшения наших когнитивных функций, потому что дигидрокверцетин улучшает память. Его можно назначать при различных нейродегенеративных заболеваниях, при болезни Альцгеймера. Ну, в принципе, когда у человека, когда он усталый, раздражительный, вот в этих всех случаях вполне подойдет дигидрокверцетин. Обладает мощным антиоксидантным эффектом, способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы в целом, не только капилляры, но и стенки самого сердца, проводимость сердца. Для людей, у которых есть проблемы с нарушением ритма, тоже дигидрокверцетин актуален. Способствует укреплению стенок сосудов, нормализации липидного спектра крови, то есть холестерин, а именно вредный холестерин, потому что часто, я думаю, даже в целях профилактики врачи всегда назначают холестерин или педаграмму, когда мы видим, за счет чего у нас холестерин повышается, за счет хорошего холестерина, плохого холестерина, так называемые липопротеины высокой, либо низкой плотности. Так вот, дигидрокверцетин уменьшает уровень плохого холестерина, то есть это фракции липопротеинов низкой плотности. Замедляет развитие атеросклеротических бляшек, то есть это фактор, который способствует ухудшению циркуляции крови и может приводить даже к летальному исходу в итоге. Дигидрокверцетин положительно влияет на дыхательную систему и состояние бронхов. Даже вот в 2020 году были исследования, когда бушевал, вот был период эпидемии коронавирусной инфекции, и некоторым больным в комплексной терапии назначались препараты дигидрокверцетина совместно с другими витаминами, антиоксидантами и были получены положительные свойства, то есть человек шел на поправку и также хорошо использовать данный препарат в период восстановления, то есть после заболевания, чтобы организм быстрее восстановился, есть смысл использовать препараты с содержанием дигидрокверцетина. Что касается препарата Фаберлик, дигидрокверцетина с витаминами А, С и Е, рекомендовано в профилактических целях одна капсула в день во время еды, продолжительность приема один месяц. Здесь мы говорим, что если человек здоров, у него нормальная масса тела, у него обычная размеренная жизнь, он там не спортсмен, у него нет там 10 тысяч и более шагов ежедневно, там велоспорт или еще что-то, то есть обычно здоровый человек, возможно, для профилактики одна капсула в день во время еды. Если мы говорим про человека, который весит больше, то есть у него масса тела там у женщины больше 60 килограмм, есть какие-то сопутствующие заболевания, сахарный диабет или другие хронические заболевания, о которых мы уже говорили ранее. Я еще позже перечислю заболевания, при которых есть смысл, согласно исследованиям, назначать дегидрокверцетин. Так, вот если у человека есть какие-то сопутствующие заболевания, или если это человек с очень активным образом жизни, у которого есть регулярные тренировки, либо это профессиональный спортсмен, конечно, здесь одной капсулой не обойдешься. У такого человека повышенные потребности, повышенные риски для здоровья. Конечно, здесь мы можем говорить, например, не по одной, а про три капсулы в день. И желательно это не в один прием, а разделить по приемам пищи. Так, что касается противопоказаний. В инструкции есть всегда индивидуальная непереносимость компонентов, но я хочу сказать, что дегидрокверцетин – это тот препарат, который достаточно хорошо переносится, на него редко бывают какие-то какие-то там отрицательные действия. Вот, поэтому, поэтому, индивидуальная непереносимость все-таки, как такое редкое достаточное явление, возможно, может быть на любое вещество. Так, что еще в противопоказаниях? Беременность, кормление грудью. На беременных, на кормящих, на детях не проводилось серьезных клинических испытаний по использованию кверцетина, дегидрокверцетина, поэтому, конечно, мы не можем применять. То есть, если специалист рекомендует кому-то из данных категорий, ну, то это уже под свою личную ответственность. С самолечением, так сказать, заниматься не надо. Производитель точно за это ответственности не несет. И здесь написано, что перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Так, я еще раз хочу перечислить. Кому интересно, вы даже можете записать, потому что в презентации этого нет. Хотя у вас будет возможность, я надеюсь, пересмотреть данный вебинар и еще раз что-то подчеркнуть для себя, записать. Итак, при каких заболеваниях, согласно клиническим исследованиям, то есть это доказательная медицина, можно применять и нужно дегидрокверцетин. Это абстрактивный бронхит. Это различные простудные заболевания ОРВИ, как в процессе лечения, так и уже после выздоровления, то есть для восстановления организма. И в том числе это касается коронавируса. При пневмониях, при сердечно-сосудистых заболеваниях. Дегидрокверцетин можно применять при болезнях печени. Были исследования, что данные соединения способствуют восстановлению клеток печени. При остеопорозе и других поражениях, заболеваниях соединительной ткани опорно-двигательного аппарата. При болезни Альцгеймера. При кровоточивости десен, например. Здесь опять-таки надо смотреть. Профилактические дозировки, вот одна капсула в день, это точно можно применять. Здесь каких-то побочных действий не будет. Что касается аллергии. При синдроме непереносимости гистабина тоже дегидрокверцетин показал положительные действия. Что вообще это за такое состояние? То есть, когда у человека наступает такой момент, ему кажется, что у него есть аллергическая реакция практически на все, на любые продукты. Это может быть у детей, может быть у взрослых. На самом деле, такая вот происходит реакция непереносимости гистамина. Это такая тема для отдельного разговора. Но если есть какие-то аллергические реакции, дегидрокверцетин может оказывать положительное действие. Это доказано научно. При постковидном синдроме, я уже говорила, да, на эту тему есть тоже множество серьезных работ. И как пребиотик. Что такое пребиотик? Это вещество, которое помогает увеличивать, размножаться нашим полезным бактериям, нашему микробиому кишечника. А без бактерий мы жить просто не можем. То есть в условиях стерильных человек существовать не может. Поэтому вот я перечислила все такие вот научно доказанные факты, при которых можно и нужно применять препарат дегидрокверцетин. Давайте теперь поговорим. Я отвечу на ваши вопросы. Времени у нас еще достаточно. Итак, итак, так, 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 если нет гипертонии, можно ли применять дегидрокверцетин, не позднилиться ли давление до нежелательных показателей? Алевтина. Можно применять положительное такое действие, по снижению давления было именно в научных исследованиях у людей с гипертонической болезнью сердца. И здесь использовались такие терапевтические дозировки. То есть здесь у нас в препарате в одной капсуле 25 миллиграмм. Я скажу, что во многих исследованиях использовалось ну на порядок больше. То есть там 250, 500 и выше. Это я вам говорю про безопасность препарата. Даже когда там 500 миллиграмм использовалось, не было каких-то побочных действий. Если вы будете от одной до трех капсул в день принимать дегидрокверцетин, то при нормальном давлении оно еще больше не снизится. Оно способствует нормализации давления, если давление повышено. Так. Есть ли положительное действие при смене климата и часового пояса? Вы знаете, я вам скажу честно, что я именно клинических исследований на эту тему не встречала. Я вот просматривала, там, конечно, много тысяч исследований, но вот что касается таких серьезных, масштабных, по каким-то заболеваниям, по смене часовых поясов именно нет. Ну то есть, скажем так, это не препарат номер один при смене. Но, конечно, если у вас есть индивидуальные особенности, да, когда человек постоянно переезжает из одного пояса в другой, и у него при этом возможны там головные боли, снижается иммунитет, какие-то появляются вот раздражительность, усталость. Мы знаем, что дегидрокверцетин оказывает положительное действие на когнитивные свойства, на нервную систему и, конечно, то есть, возможно применять дегидрокверцетин и в данном случае. Может ли помочь препарат при инсульте в постинсультном периоде? Да, есть отдельные даже исследования, которые говорят, что данные, что дегидрокверцетин стоит принимать после инфарктов и инсультов, потому что, опять-таки, он помогает человеку скорее восстановиться, он способствует заживлению стенок сосуда, стенок миокарда, поэтому однозначно да. Если у человека есть опухоли, так, так как содержится витамин Е, решила уточнить, можно ли употреблять таким людям. Вы знаете, когда речь идет про онкозаболевания, то в идеале стоит проконсультироваться с врачом. Но что я хочу сказать, здесь одна капсула, когда здесь это БАТ, профилактическая дозировка. Если мы хотим получить при онкозаболевании какой-то такой серьезный положительный эффект, здесь стоит обсудить с врачом более серьезные дозировки. То есть, не одна, три капсулы, а намного больше. Но если вы будете применять от одной до трех капсул в день, то можно, то есть просто для поддержания здоровья, иммунитета, для скорейшего восстановления, для поддержания организма в профилактических целях, точно можно применять. То есть, отрицательного действия не будет. Если вот более серьезные дозировки, то, конечно, обсуждайте с лечащим врачом. Так, 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 как чередовать Q10 против грибка ногтя, как влияет? Дегидрокверцетин оказывает противогрибковое действие. Так, нету каких-то особенных у него взаимосвязей, по крайней мере, я не встречала с препаратами Q10, поэтому, поэтому, в принципе, можно совмещать. Давайте я вам сразу скажу про совместимость. Дегидрокверцетин вообще это такое водорастворимое вещество. Здесь написано, что можно, нужно применять во время еды, но если нет возможности даже во время еды, можно дегидрокверцетин, ага, дегидрокверцетин, да, но у нас препарат, в котором есть еще витамины А, Е, а это жирорастворимая витамина, поэтому да, препарат дегидрокверцетин от Фиберлик мы применяем во время еды. В Q10, да, можно применять вместе, в комплексной терапии против грибка ногтя можно применять, дегидрокверцетин оказывает противогрибковое действие, вместе с витаминами А, С, Е оказывает мощное антиоксидантное действие, и я думаю, вы можете таким образом отлично дополнить вот противогрибковую такую антикандидную или противогрибковую терапию. В какое время суток лучше принимать? Нету каких-то исследований именно про время суток, но могу сказать, что, наверное, утром и днем предпочтительнее применять вот дегидрокверцетин во время еды, да, то есть завтрак и обед. Если так, про совместимость. Давайте я вам сразу скажу, с чем я бы не совмещала. Именно дегидрокверцетин с витаминами А, С и Е нежелательно совмещать с витамином Д, с витамином К, 2 и с витаминами группы В. Здесь именно дело касается несовместимости самого дегидрокверцетина, потому что такое вещество природное достаточно лояльное, но совместимо со многими витаминами и минералами. Но что касается витаминов А, С и Е, они не все дружат, поэтому Д, витамин К и витамины группы В, их не надо совмещать. То есть как минимум, чтобы 2 часа прошло между приемами. А что касается минералов, мы говорили с вами про селен, про железо, магний, кальций, с этими препаратами можно применять вместе. То есть если вы вместе в один прием примите, ничего не произойдет. Они какого-то негативного действия друг на друга не имеют. Так. Можно ли принимать одновременно с винарусом? Вы знаете, я вот конкретных исследований по поводу этого не встречала. Вообще, вообще, дегидрокверцетин, у него много исследований именно на воздействие на различные заболевания, но вот что касается именно взаимодействия с какими-то лекарственными препаратами, то, ну вот, отрицательного я не встречала. Но, если вы сомневаетесь, то можно спросить у врача. Точно можно принимать курс, то есть в один период, но в один прием пищи, если вы сомневаетесь, разнесите хотя бы на два часа, ну или дегидрокверцетин в один прием пищи, а винарус в другой прием пищи. Так, при повышении ферритина можно применять? Да, повышен ферритин о чем говорит? То есть это повышенный уровень воспаления в организме, да, то есть мы уже говорили на лекции, когда у нас тема была посвящена железу, что ферритин показывает, отражает такой наиболее достоверный индикатор уровня железа в организме, но также это белок воспаления и когда у нас очень большие значения там 100, 200, 300, короче, очень высокие значения, это говорит про вместе мы можем с другими там белками воспаления следить по анализу крови, да, это повышен уровень воспаления, атигидрокверцетин как раз таки облазает противовоспалительным действием и конечно же когда ферритин повышен то необходимо ну необходимо во-первых сделать диагностику знать что с вами в целом происходит то есть где у вас локализованное воспаление с чем что нужно делать да с чем вы имеете дело но дигидрокверцетин в любом случае будет способствовать снижению уровня воспаления снижению уровня высокого ферритина так может поможет ли при заболеваниях вич инфекции про вич инфекции точно вот про вич инфекции я не знаю но то что но ухудшение точно не будет то есть если мы говорим про вич инфицированных мы знаем что дигидрокверцетин как мощный антиоксидант оказывает положительное действие на иммунную систему при вич инфекциях можно по крайней мере от одной до трех капсул но каких-то волшебных действий для вич инфицированных то есть будет способствовать выздоровлению ну таких исследований я не встречала надо быть реалистами для поддержания иммунитета и здоровья конечно можно так вопросы так так уже эти вопросы отвечала при гипертонии можно если нет гипертонии дигидрокверцетин тоже можно и нужно совместим с другим бадами витамин Д К и витамины группы не нужно совмещать с какими-то минералами да не противопоказан вполне можно то есть железо селен магний кальций с этим точно можно если вы сомневаетесь разнесите по времени прием так так что еще я хотела бы сказать если кто-то работал уже когда-то ранее и применял кверцетин и дигидрокверцетин других производителей вот часто встречается такой высоко очищенный кверцетин это похожее соединение мы уже говорили что это производное соединение дигидрокверцетин часто вот особенно американские производители стараются очистить от всех приместей и перевести природный дигидрокверцетин именно в сам кверцетин это уже будет жирорастворимое такое вещество у него меняются свойства да но последние исследования нам говорят о том что природное соединение именно дигидрокверцетин а именно в таком состоянии находится вот этот кверцетин в природных условиях в растениях в этом стволе лиственницы вместе совместно с другими какими-то биофлавоноидами совместно с линолевой кислотой и с другими витаминами антиоксидантами оказывает наиболее положительное действие поэтому нет смысла выделять именно этот кверцетин который раньше все время выделяли поэтому сейчас здорово что уже современные более препараты учитывают этот момент учитывают научные исследования и все-таки нам дают природные соединения дигидрокверцетина как раз таки которые есть у нас в банке фаберлик в препарате дигидрокверцетина так так про совместимость мы говорили так есть ли у вас еще какие-либо вопросы если какие-то вопросы есть можете задавать да потому что у нас есть с вами еще немножко времени и я могу уделить вам внимание вообще хочу сказать что мне очень нравится проводить вебинары мне приходится часто меня приглашают я записываю какие-то лекции уроки когда нет взаимосвязи такой взаимной нет аудитории ты просто читаешь записываешь и представляешь что тебя кто-то в будущем будет слушать но проведение вебинаров когда есть живое общение это что-то такое особенное когда ты можешь задать вопрос тебе люди отвечают так что большое вам спасибо я получаю истинное удовольствие когда вот с вами беседую делюсь знаниями своими так что еще хотелось бы сказать при болезнях желудочно-кишечного тракта у нас у многих есть заболевания желудочно-кишечного тракта дигидрокверцитин отлично подходит и даже когда есть дефицит по данному соединению то наблюдается увеличение воспалительных реакций воспалительных например болезнь крона когда воспаление во всем организме воспалительные такие очаги в нашем желудочно-кишечном тракте серьезные возникают хронические заболевания так вот как раз таки дигидрокверцитин оказывает положительное влияние на заболевания желудочно-кишечного тракта тоже касается каких-то атрофических гастритов язв показано в клинических исследованиях что дигидрокверцитин способствует заживлению слизистых желудка это тоже очень важно да потому что если у нас не работает желудочно-кишечный тракт у нас ничего не может усвоиться бесполезно принимать какие-то витамины организм конечно его действия полностью нарушены поэтому в первую очередь я вам рекомендую следить за питанием нормальный сон нормальный водный режим конечно нельзя теперь не пользоваться благами цивилизации и периодически для профилактики и при купировании различных дефицитных состояниях принимать качественные биологически активные добавки вот что касается данного препарата дигидрокверцетин с витаминами А, С, и ем и так еще раз вам напомню какая система если вы здоровый человек и хотите его применять для профилактики вышеперечисленных заболеваний для того чтобы отдалить процесс старения продлить вашу красоту молодость и здоровье вы можете принимать курсами то есть это не тот препарат который принимается постоянно без перерыва вы можете принимать его например по одной капсуле в день либо по одной от двух до трех капсул в день один месяц потом вы делаете перерыв да и принимаете снова и так можно принимать то есть по 3-4 раза в год 3-4 курса в год здесь дозировка профилактическая то есть передозировки с ней быть не может каких-то побочных действий от препарата тоже быть ну крайне редки какие-то индивидуальные непереносимости потому что это природный все-таки препарат да и если уже у вас есть заболевания то можно курс делать чаще да то есть месяц попринимали месяц отдых месяц еще раз принимаем можно сделать так опять-таки каких-то строгих таких приемов по приему вот какие курсы при каком заболевании вот этого строго клинических исследований нет вы должны смотреть по своему самочувствию ну это биологически активная добавка то есть это то что мы недополучаем из пищи да то есть мы это добавляем к приемам пищи и получаем пользу поэтому это можно регулировать самостоятельно как часто проводить такие курсы терапии с дегидрокверцитином если это понятно вам как применять с чем применять в какое время суток то можете поставить плюсики чтобы я видела чтобы с этим вопросом разобрались да потому что отлично спасибо татьяна при аневризме можно ли применять да при аневризме можно применять потому что потому что как раз таки способствует рассасыванию способствует восстановлению тканей слизистых и рассасыванию каких-то последствий вот кровоизлияния также действует на нервную систему да восстанавливает мембраны нервных тканей нервных клеток поэтому да дегидрокверцитин как антиоксидант можно при множественных различных заболеваний использовать он однозначно будет иметь положительное действие только опять-таки если у вас патология то вы можете добавить на капсула это вот такой самый самый минимум то есть 2-3 капсулы в день можно добавить и разъединить по времени то есть не утром мы 3 капсулы принимаем а значит на завтрак на обед на ужин то есть это будет такая максимальная биодоступность лучше будет усваиваться так так дегидрокверцитин и чай можно пить можно только я все-таки попрошу запивайте капсулы БАДов все-таки водой да но они чаем запиваете водой через какое-то время можете выпить чай то есть в один курс эти препараты да можно применять астма принимать для лучшего дыхания да дегидрокверцитин показан как при аллергических состояниях есть масса исследований для улучшения дыхательной системы даже при туберкулезе при пневмонии для улучшения работы легких бронхов поэтому да астма можно принимать да так все тогда давайте уже будем заканчивать если наши вопросы закончились я вас благодарю за то что вы сегодня в будний день уделили внимание мне данной тематике вот и также до новых встреч желаю вам здоровья будем тогда уже заканчивать удачу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...